Субтитры делал DimaTorzok Обязательное чувство справедливости и, конечно же, гейские костюмы Ну уже несколько раз сталкивался с тем, когда патрулировал улицы Люди там, граждане, нормально меня пугали Эй, попрошу без оскорблений, хотя костюм действительно дурацкий Пусть снимет это немедленно, негодник Не-не-не, не кипятись, бро Я имел ввиду, что на фоне всех этих супергеройств У некоторых детей случаются психические отклонения Я человек-смея Ведь некоторые из этих супергероев так близки и родны школьникам А жареных гвоздей не хочешь? Тем более, что многие супергерои получили свои возможности Или с самого рождения, или где-то примерно в подростковом возрасте А не как там всякие Бэтмены и Железные Человеки, которые просто при бабках и... Их некуда зевать Пипец! Два педальных лоха пытаются расковырять машину, на которую кто-то горбатился всю жизнь А что-то он больше на какого-то воинственного школьника похож А как Капитан Америка или, упаси боже, зеленый фонарь он явно не может Да все же понятно, ведь супергероев придумали в Америке А в нашей стране с ее железными занавесами все было запрещено, даже геи Мим, да они и сейчас запрещены А вы посмотрите на русского супергероя-милиционера дядю Степу Ну он же очевидно гей Мим, блин, тут речь идет о спасении галактик, о жизнях тысячи людей О черепашек-ниндзя, о мышей-рокерах с Марса А ты все сводишь каким-то геем Так нельзя Помнится, даже когда я был школьником, я вместо того, чтобы тратить 5 рублей на обед Бегал в магазин и покупал себе новый выпуск Ну и конечно же, не один я так перся по Человеку-пауку, потому что его аудитория, она просто огромна А как же черепашки-ниндзя, черный плащ и скрош-макдак? Да же животные! А Человек-паук, он же, он же человек В основном, правда Точно, в мультике была отличная картинка по тем годам Крутой музуны в конце А Питер Паркер был не миллионером, как Бэтмен или Железный Человек, и не долбоюбом, как Скуби-Дуа, а обычным парнем, как ты и как я, и даже чуть-чуть задротом. В красно-голубом обтягивающем костюм, я замечу. Да опять ты за своё, Мим. Ну как-то так, да. А я же тогда был школьником, как и, в принципе, вся аудитория нынешнего и нового паука. Да и вообще, я, в принципе, и в свои 23 считаю, что Питер Паркер вполне нормальный малый. Отсюда мораль. Все супергерои в обтягивающем трико. Нет, нет, я не дам тебе так закончить мораль. Почувствуй мою суперсилу. Так, а ну-ка, хватит ностальгировать, потому что уже вышел новый фильм про Человека-паука, а до этого вышло ещё три части. Хотя мне понравилась только вторая часть, но я не любитель вдаваться в глубокую аналитику, и скажу вам так, Если вы не смотрели вторую часть Человека-паука, вы жили зря. Ещё бы, ведь их режиссёром был сам Сэм Рэми, автор трилогии про зловещих мертвецов, сериал про Зену Королеву Войнов и её приятели Геракла. Ну и ещё, конечно же, Спартак, правда, не тот, который мячик по полю пинает. А как же боевик с Ван Даммом и фильм Человек Тьмы? Так, ёпта, кому тут нужна глубокая аналитика Амза, пока анализирует Человек-паук? Ну, пи***р, бля, вот, я же говорил. Циц, ёпта, доктор Восьминог Жирный Чмошник, мазафака, а это ещё, это, зелёный пи***р тоже, пи***р, мазафака. Ну а Песочный Человек, мазафака, вот это мазафака-моразм, ёпта, текстурки, говно, всё говно, вообще мазафака, так что подписуйся, обязан на мой канал, вот. Вы этого глубокого аналитика больше в ролики не вставляйте, я, например, не такой категоричный. А может, ты не категоричен предрассудком? Не-не-не-не-не, оставь свои гейские замашки при себе. Например, первый я вообще пересматривал несколько раз, и мало того, что был фильм, был ещё и комикс, и стоил он какие-то невероятные деньги на то время, как я помню, что даже чуть ли не дороже видеокассеты. Но, тем не менее, я каким-то образом выклинчил и накопил на него. Вообще, он у меня был, и я был вообще такой крутой. Второй, в принципе, тоже был классным, а вот третий... Нет, ну, всё круто, но повторно смотреть его как-то не захотелось, что ли. Ну, и знаешь, как-то не сильно классно, когда 30-летний мужик играет 15-14-летнего. Питер Паркер, пусть и ботан по сюжету, но всё-таки он такой весёлый, юборной чувак, и его Сэм Рэми сделал каким-то скромняшкой, что ли. Ну, или не Рэми, а сам Тоби Макактамова. Абсолютно согласен, и вот прошло 5 лет, вышел новый паук, и да, 5 лет, это не так мало, как некоторые думают. А я за 5 лет стал геем, ну, то есть мимом, борцом за всё голубое, и Сэйлэр Мон, ох уж эти юбочки. Даже слышать не хочу историю твоего возмужания и превращения в дневформала. А вот наблюдать, как меняется внутренний мир главного героя, одно удовольствие. Воистину, фильм «Пища для ума». И поймут его далеко не все. Для любителей аватаров в красный-голубом трикой фильм совсем не понравится. Да, кстати, как ни странно, в «Новом Пауке» есть то, чего не было раньше. Наконец-таки Питер Паркер постоянно трендит без умолка. Например, опять же, возвращаясь к первым-триым частям, там он, ну, какой-то он весь молчаливый, забитый флок вообще. В «Новом Пауке» нет вот этих вот слезливых, унылых моментов. И, в принципе, сам он преподносится более как-то бодро, весело. И, по сути, мне кажется, именно таким и должен быть Человек-паук. Это нож? Нет, только не нож! Это замечательная история становления простого парня с какой-то там суперсилой в героя и спасителя всех и вся. Но какого же хрена всё так затянуто? Можно было взять и вырезать часа пола с фильма, никто бы не заметил. Это прям хуже, чем даже концовка третьего «Устрина колец». Отсюда мораль, размер конца не всегда предопределяет качество. НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ аналитики фильмы, а чтобы поржать над обзорами знатоков кинематографа. А что, есть над чем поржать? Ну, конечно, мой голубой друг. Вот суперзлодей Гагатун рассуждает о новом Человеке-пауке. Привет, зрители, это Гагатун, и сегодня у нас традиционный гагатунисм. Он сказал мне традиционный, закройте его, это пропаганда гиев. Да ты дальше слушай. Мне, то есть, первая часть старой трилогии мне нравилась, но вторая и третья часть была просто ужасная, на мой взгляд, и не знаю, что хотите. И вот тут Гагатун страшно зафылился, поскольку в Старом Человеке-пауке именно вторая часть была самой лучшей, а первая и третья уже так себе. Кстати, так как фильм сейчас показывают только Ваймакс в 3D, я смотрел этот фильм тоже в 3D и, в принципе, не пожалел вообще ни капли. Блин, премьера была 5 июля, а Гагатун, конечно же, уже посмотрел фильм и сделал обзор третьего. Ну как у них это получается? Как там говорил Доктор Хаус, все врут или же качают порно с торрентов? Ой, и Хаус тоже качает с торрентов, пиратки. Мим не палимся. Очень мне понравилось, как сделаны все экшн-сцены, они сделаны просто офигенно. То есть, как они динамичны именно. Там, когда он цепляется, там подпрыгивают, все это просто супер. Полеты сделаны на паутине тоже просто здорово. Человек в своем обзоре рассуждает о динамичности фильма у самого. Стопичная картинка из зоны и лишь и голос. Предлагаю Гагатуна переименовать Скукатуна. Поддерживаю, но ты еще не видел скучнейший репортаж с российской премьеры фильма. Гораздо чаще встречаются в таких архетипических персонажах. Как актеры смешные, то есть комики, юмористы, все в основном мужчины. Вот там уж точно можно было открывать фабрику смерти по усыплению домашних животных. Ну что ж, с чего начать? Как вы знаете, Мстители — это персонажи компании Марвел, а Человек-паук — это главный персонаж вселенной Марвел. Интересно, на что они рассчитывают, выкладывая в интернет подобное видео? Видимо, на три тысячи просмотров, которые набрал ролик. А вот Гей Стиви, как обычно, наспойлерили. Наверняка многие не понимают, зачем всего через пять лет после выхода последнего Человека-паука понадобился ремейк. Вы только вслушайтесь в эту фразу, всего лишь пять лет, а что надо было подождать десять? Конечно, Мстителей создателям нового Человека-паука переплюнуть не удалось, это даже не обсуждается. Но летний блокбастер про очередного Марвеловского супергероя будем считать удавшимся. В конце так и не определились, стоит смотреть фильм или нет, будто сами не видели. Да зря ты так наезжаешь на ГИФ, а разве есть обзоры лучше? Ну да, лучше пока нет, зато вот есть неплохая передачка с хорошими голосами. В начале года, по традиции, наша программа представляет обзор самых ожидаемых фильмов, на которые делают ставку крупнейшие мировые кинопроизводители. На разогреве у Нолана в июле выступит новый Человек-паук, снятый в похожем стиле нуар. Нет, сука, б***ь, не зб***ь, а не зб***ь, со своим нуаром, сука, б***ь. Да и Макс, это им не нуар, сука, б***ь. Твой Человек-паук нуар, сука, б***ь, за***ь. Лишь бы народ о***ть на этот ё***й нуар, сука, б***ь. На придумывание тут, понимаешь, грёбаные америкососы, чтобы народ об***ть на доллары, потому что они будут подписывать везде, что это нуар, хотя это на самом деле не нуар. И народ будет покупать, тратить свои кровные деньги, сука, и вот так вот они будут, сука, на***ть. Это заговор, сука, всемирный, всемирный заговор грёбаных америкососовцев, чтобы, сука, на***ть народ на доллары, сука, б***ь. Ну-ну-ну, спокойно, спокойно. Меня, конечно, и самого уже подзадрало слово нуар. Ну, были-то классные фильмы, игры, а сейчас нор, это как всё, не знаю, как-то через жопу, что ли. Ну, в смысле, вы, надеюсь, меня правильно поняли. Уиу, чпак. Да, что-то я разошёлся, а вот смотрите на некого супчика, который любит пыриться в экран и делать отбивки из айпэдного фотоаппарата. В отличие от Бэтмена, киноистория Человека-паука совсем юная и составляет всего три фильма. Подростки ходили на него по 10 раз, так что продолжение вышло спустя всего два года. Человек-паук 2 заслуженно считается лучшей частью серии и одним из самых качественных циклов в истории кино. Смотри-ка, а он тоже считает, что вторая часть прошлой трилогии была лучшая, может, зря ты его стебёшь. Тогда было решено перезапустить серию. Новый режиссёр и полная смена актёрского состава, с которыми сразу были подписаны выгодные для студии контракты, которые гарантируют явную экономию и большую прибыль. Мим, да ты посмотри на него, он запинается, говорит дрожащим голосом, будто увидел лифчик в женской раздевалке и вообще майка у него говёная. Но Сэм Рэйми потребовал у студии около 400 миллионов долларов на бюджет картины. 50 миллионов должны были опуститься в карман Тоби Макуайра. Да кому это интересно? Всем насрать, сколько там получил Тоби Макуайр? 50 миллионов или 100 миллионов долларов? Я как жрал пельмени, так и буду их жрать. Ёпта, ты попробуй бананчик, ну зафака. Всполнитель главной роли Эндрю Гарфилд известен по роли Эдуарда Саверина в социальной сети и участие в экранизации романа антиутопии «Не отпускай меня». Он вроде правильные вещи говорит, но выглядит как школьник, говорит как задрот и вообще ведёт себя неадекватно. Да ты просто ему завидуешь, потому что у него айпэд, а у тебя его нет. Говно ваш айпэд, ёпта. Отсюда мораль, завидуешь, завидуй молча. Тупая мораль. Молча. А вот трейлер Человека-паука на украинском, чисто поржать. Нёго приховали минуле. Твий батько был дуже потайным человеком, Питер. Доктора Коннорс, я сын Ричарда Паркера. Не вижу тут ничего смешного. Невідома история. Якщо ти хочеш знати правду, Питер, то вона чекает. Починайте. Я наказую заарештувати Месника в месси, знаного як людина паук. Ох, я и вляпалась. Нет, ну правда, надо уважать украинский язык. Не, ну я как бы уважаю, но всё равно смешно. А вот ролик Человек-паук голосует на выборах. Ну теперь понятно, почему на выборах победил тот, кто победил. А ты что думал, где супергерои, там и суперзлодей. А вот ролик от Холландского, правда на игру, но всё же. С самого начала я хочу подметить, что игра к фильму отношения почти не имеет. Да это же не Холландский, это более-менее адекватный чувак. Правда, с дикцией у него те же проблемы. Пожалуй, начну с того, что действительно меня порадовало. Так это передвижение, используя паутину. Этот аспект наверняка один из самых важных в играх про Человека-паука. И он проработан очень чётко и красиво. Но всех переплюнул вот этот фашист. Вот, хочу сказать, что изначально я не люблю комиксы, не люблю героев комиксов, не люблю Человека-паука, не люблю Человека-Бэтмена, Человека-Волка, Человека-Лягушку и всё-всё-всё подобное. Да он просто мазохист! Да это ж мой братан, ёпта! Замечательно в этом фильме всё, всё абсолютно. И сюжеты, музыка, и... картинка, и спецэффекты, и... И он не удосужился вставить в свой ролик хоть какое-то видео, хотя бы с трейлеров. Ну что за ленивое чмо? Отсюда мораль, хороший фашист, ленивый фашист. А вот, как обычно, офигенский обзор от Акра. Экранизация Сэма Рэйми. Не буду делиться своим мнением о ней. Ведь кино, которое хочет мне сказать, что Кирстен Данст подходит для роли симпатичной старшеклассницы, этого попросту недостойно. Акра, я люблю тебя. И я тоже. А-а-а, чувак! Да, Акер крутой. Правда, его обзор на мультик. Человек-паук воскресал семь раз. Такого себе не мог позволить даже Иисус. Да что там мультик? Вот чувак сделал обзор на игру на Денди. Вот это уж настоящая классика. Сейчас я буду делать обзор на игру Человек-паук. Возвращение зловещей шестёрки. По мне, так, эта игра очень хорошая. Мне она понравилась. Марио, танчики и эта игра вечная. Блядь, как так? Чувак прошёл один уровень с этой игры, убил босса и всё? А что ты хотел? Большинство обзоров на Ютубе теперь такие есть. Ещё скажи спасибо, что он хотя бы уровень прошёл, а то некоторые там по скриншотам успевают обзоры делать или по слухам по каким-то... Вот я слышал, что мне тут... Ну, короче, вы понимаете, о чём я. И ты прав, бро, скоро так и будет. Обзоры будут на фоне фотки своей, без монтажа, без текста, без вообще ничего, потому что монтировать лень. Отсюда мораль, ёпта! Самый трудолюбивый из вас, это мазафака Ванамаз! Подписуйся, обязанно, на мой канал, если ты, конечно, не гандон, ёпта! Ох ты, сука, украл мою мораль! Бей его! Э, мазафака, только попробуй, ёпта! Тихо, не ссорьтесь, лучше зацените, как унылый гагатон и его друг Юзи обсуждает игру по фильму. Мне пишут привет в чате, привет! Здравствуйте! Говорят, звука нету. или звука чего нет не, я все настроил, все должно быть мне кажется, все есть да, все есть да уж, что-то они все уныли-уныли Юзи еще вроде ничего, гоготун уж совсем эй может, у них траур кто-то умер вот, госпожа полицей почему здесь все полицейские девушки? у них Бэтмен умер хуя, блядь можно нести чушь целый час с парой сомнительных шуток и при этом набрать 42 тысячи просмотров я, кстати, смотрел какой сейчас идет мультсериал в Америке Ultimate Spider-Man или Ultimate, по-моему, идет ну, в общем, какой-то Spider-Man идет и там все Spider-Man не любят в основном, из-за газеты я просто не понимаю ладно, там игра, ну как обзор карт на Человека-паука мог собрать 10 тысяч это обзор карточек Человек-паук, Герои и Злодеи ну, пожалуй, начнем с этих карточек это карточки я не помню, что это, но... блин, как ты не можешь помнить, что это если ты сам до этого сказал, что это карточки Капитан Марвел интеллект 184 сила 279 скорость и ловкость 474 особые умения 341 бойцовские навыки 259 Капитана Марвела прислали на Землю, чтобы подготовить вторжение инопланетной империи Кри бля я с парнями в детстве собирал фишки с голыми бабами карточки с голыми бабами еще, которые мочишь слюной и там было видно их киску а этот парень собирал Человека-паука а я с бодибилдерами ну, может, он просто любит мужчин в обтягивающих треку ладно, ладно, карточки но вот это что за хуйня Здорово, на прошлой неделе у нас не было выпуска ну и п*** теперь все будет стабильно и вот вам видео про мотоцикл но их роман продлился недолго ну не парня с девушкой а парня с мотоциклом ой, да это же участники парада заканчивали бы вы уже с этой гейской тематикой а то я уйду из этого видео хорошо, хорошо а вот какой-то бухой рокер снял целый клип на Человека-паука под свою собственную песню еще одно интересное, я бы сказал, знаковое событие для некоторых людей у екатеринбургского музыканта Коли Ротовой известного как бас-гитариста группы «Смысловые галлюцинации» и лидера проекта «Рот-Офф» состоится премьера клипа на его собственную песню «Человек-паук» только здесь ни песни, ни клипа не было ну что за еб***е телевиденье ну да, мы будем вырывать славу клип, да, у нас состоится вот наконец-то мы встретились Женя снимал уже несколько клипов для группы «Смысловые галлюцинации» нет, все, хватит смотреть говно по телеку только футбол, бокс, хоккей и Формула-1 Бесовский, признайся, но ведь это твой ролик! За свою длительную графическую жизнь персонажи переживают миллионы различных историй за спинами которых стоит не один сценарийский состав и не одна рука художника в итоге нам вырисовывается все тот же герой, но с иными оттенками Ну что тут сказать, мне этот ролик очень сильно понравился самый лучший из сегодняшнего видео Впрочем, «Новый паук» я считаю, что он был просто необходим потому что, конечно, все срали «Вот где же наш Тоби?» Сам Тоби, наверное, тоже плакал «Где же я в «Новом пауке?»?» Но если вспомнить банально все фильмы о Бэтмене, то только последние три части неохотно меняли актера Фильм, я считаю, специально для тех, кто, в принципе, недавно присоединился к армии поклонников паука и для тех, кто его любит и все равно придет на кино, все равно его посмотрит потому что, ну, нечего делать, больше про паука, кроме мультфильмов, смотреть, в принципе, нечего Конечно, чешуйчатая тема доктора Коннорса не самая интересная, по моему мнению Я бы, например, посмотрел с удовольствием экранизацию серии икониксов про коварную шестерку, например Это было действительно круто Или, в принципе, как вариант отдать бы бразды правления Ну, над пауком, естественно, а не над мимом А бразды правления отдали бы Кристоферу Нолану Я думаю, это получился бы интересный такой Человек-паук Кстати, я считаю, что у нас фильм перевели правильно Это новый Человек-паук Именно новый, а не очередной Неплохецкое такое кино о любимом супергерое И я не думаю, что потраченные два часа на просмотр станут для вас каким-то мучением А обо всем остальном, ну, наверное, рассказывать не стоит Пусть лучше каждый сходит, посмотрит и сам определится Ведь собственное мнение, оно более правильное, что ли Ну, а тем, кто фанател от мультика, от фильмов Новый Человек-паук будет прям-таки подарком на летние каникулы Правда, если вы не школьничек и не ждете графона и текстурок Ёпта, ну зачем так делать, мазафака, фильм про супергероев, если там нету экшена, играфона, ёпта, факинг бич, ёпта Эх, не понять тебе тонкую ранимую душу супергероя Ну а на этой оптимистической ноте мы с вами прощаемся, перед вами кривлялся игровой п***бол Так кино п***бол же нет? Да какая разница, мим-гей и спешл-гей-старт бесовский Эй, ёпта, как же я, мазафака? А ты идешь лесом бананчик кушать Мазафака, это-то я люблю Спайдермен, файдермен, что-то невнятное, спайдермен Не, ну так и я пить могу Ну а вот как тебе это нравится? Кто-то будет папой, а я Кто-то будет мамой, а я человеком-паук Ёпта, что это за говно, мазафака? Вот что надо, мазафака Теремок в небоскреб, кто в небоскребе живет? Никто не озывается Залетел туда человек-паук и стал там жить А тут парит мимо Бэтмен Человек-летучая мышь, мрачный крепыш Сука, что за табу? Сегодня у нас в гостях один из самых интересных мультипликационных героев Человек-паук Сложно ли передвигаться по паутине и как вам это удается? Нет, сука, блядь, они заебали, сука